То ли подвал, то ли сауна. Многоквартирный дом в Дзержинском районе уже третий день заливает кипятком. По словам жителей, прохудилась труба теплоснабжения. В подъезде дома из-за сильного испарения намокли стены. Стало влажно и трудно дышать. В квартирах начали отклеиваться обои. На место выехала наша съемочная группа. Почтовые ящики, течет вода, по стенам вода, везде сырость. Электрический щит вы видели, в каком состоянии, что через него выходит пара из подвала. И это еще не все ужасы коммунальной аварии. В квартирах уже начали отклеиваться обои. Из-за высокой влажности трудно дышать. Вот здесь вот все электричество, все питание дома. Через него проходит пара. Стены насквозь сырые. В любое время это может все замкнуть. И мы останемся не только без отопления, но и без электричества. То есть придется дом эвакуировать. Председатель ТСЖ объяснила ситуацию. Я ее видел утром. Сказала, что сейчас подвал затоплен кипятком. Замкнуло там электричество. И люди туда попасть, ремонтировать не могут. И в таких обстоятельствах люди живут уже третий день. На помощь жителям никто не спешит. В обслуживающую дом организацию, жилищную управляющую компанию они обращались еще в день аварии. Там о проблеме знают. Но порадовать пока нечем. Позвонил инженеру ПТО, обслуживающей организации. Она мне сказала, что мне ваши вопросы не интересны. Мы ищем сварщика. Доброго дня и до свидания. Это весь был наш короткий разговор с ней. В подвал не спускался никто. Как снегом заметена тропинка ни одного человеческого следа. Мы, в свою очередь, тоже обратились в управляющую домом организацию. Получили следующий ответ. Утечка произошла сегодня на бесхозном транзите. Выехала аварийная бригада, готовят материалы для устранения аварии. В течение двух часов авария будет устранена. Одно дело найти само место порыва и залатать трубу. Но жителей сейчас волнует и другой вопрос. Ликвидация последствий. За три дня кипяток натворил немало бед. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.